Здравствуйте! В интернете появилась информация, что один из интернет-магазинов, который занимается тем, что продает продукты питания, не только продукты питания, другие всякие нужные вещи для людей, которые находятся в СИЗО, в тюрьме, решил произвести рембрендинг. Он теперь будет называться «Сидим-едим». Тут сразу начались какие-то комментарии, что вы издеваетесь над людьми, что это за насмешка какая-то, людям и так там непросто, а вы тут сидим-едим. ВСИН заявили, что к этому креативу они никакого отношения не имеют, к магазинам тоже, и вообще они серьезными делами занимаются, людей перевоспитывают. Как это все видится изнутри? Мы поговорим с правозащитником, с человеком, который действительно занимается проблемами заключенных, это лидер движение «ГУЛАГ.Инфо» Денис Солдатов. Итак, Денис ВСИН уже заявил, что никакого отношения к этим магазинам они не имеют. Как на самом деле? Ну, можно тут сказать, товарищ майор УАЦУС отклеился. Поэтому, конечно же, все магазины де-юра, конечно же, не имеют отношения к ВСИН или к каким-то сотрудникам из ВСИНа. А де-факто они даже частично были под контролем. Мы не будем сейчас называть имена, должности. Но эти магазины просто так не появлялись. Было несколько магазинов на заре, скажем так, новой эры надзора общественников за работы, скажем так, колонии СИЗО. Но очень быстренько эти частные магазины. Ребята там были, молодые, которые просто предприниматели взяли и все так стали хорошо организовывать. Сотрудники ВСИН увидели, посмотрели, как у вас здорово получается. У них отжали эти магазины и возможности, которые у них были. Ну, обыкновенная российская история. Если что-то хорошо работает, и если есть возможность у силовиков это отжать, они это немедленно отожмут. Потом появился в ГУП Калужский, который тоже якобы не имеет отношение к ОФСИН. Но почему-то во всех этих магазинах всегда очень странные были цены. Всегда они выше, чем люди могли бы передать передачки. А намного ли выше? В зависимости, иногда это 50% доходило. Например, на мед были очень большие. То есть на какие-то товары нет четкой 20%, где-то побольше, где-то поменьше. В среднем 20-25% всегда выше, чем вы можете пойти и купить в «Пятерочке», например. Или даже в «Перекрестке». Я даже думаю, что если брать такой «Верный», «Пятерочку», «Эконом-классу» или «Дикси», «Универмаги», то с ними могла разница и до 50% доходить стоимости раньше этих магазинов. Название-то хорошее было придумано «Сидим-едим». По большому счету, я вообще не вижу никакой проблемы в том, что был такой ребрендинг сделан «Сидим-едим». По-моему, неплохое название, скажем так, ничего в этом такого нет. И почему вдруг поднялся такой общественный резонанс по поводу того, что это как-то нехорошо. Издевательство. Ну, типа, знаете, «Сидим-едим». Ну и что? Ну, а что именно? Сидеть и умирать, что ли? Ну, как по-большому. И ничего плохого, опять-таки, в этом названии. И я могу сказать, что чем больше позитива для людей, которые находятся в местах лишения свободы, тем лучше для этих людей. Потому что, действительно, там с позитивной информацией у людей не очень все здорово, учитывая, что в СИЗО они находятся под судом, под следствием. И, ну, каждый день или через день некое-то следственное действие. Все время люди в ожидании каких-то неприятностей. Ну, какая-то маленькая разгрузка. Может, как-нибудь так и дальше пойти в СИНУ и, вот, допустим, не называть карцером, а, допустим, там, «Комната на подумать», «Комната для медитации». Может, как-нибудь так? Ну, «Комната на подумать» разные ассоциации могут с этим названием. «Комната-одиночество». Да. Ну, «Сидим-едим» мне кажется, это все-таки не работники в СИН придумали, а какие-то другие парни, которые уже побывали в местах лишения свободы. Вот, например, у меня была одна интересная история, когда еще до того, как движение АОЕ попало под запрет нашего законодательства, мы как бы хотим сказать, что это движение запрещено, и мы никак не пропагандируем его, а просто даем информацию о том, что вот такой случай был. Значит, там группа ребят, которые отсидели, они хотели создать такой бренд, название из этих трех букв, и выпускать под ним чай, конфеты, еще какие-то товары, и отправлять это в места лишения свободы. Ну, они думали, что хороший эффект может быть, и, наверное, он бы был. Но вот тут пришла такая вот от наших законодателей такая история, что они это движение запретили. Я считаю, что абсолютно чем больше позитива и хорошей, положительной информации для тех людей, которые сидят в СИЗО, в колонне, тем лучше. Там, знаете, вот это вот все, конечно, человек отбывает наказание, конечно, он должен отбывать в каких-то более тяжелых условиях, чем на воле находится. Но, по большому счету, этот человек уже изолирован от общества, изолирован от своих близких, от своих родственников. Если сравнить с тюрьмами Европы, там все гораздо более позитивно. И это же не говорит о том, что это будет плохо. Вот, например, уровень преступности на Западе гораздо ниже, чем у нас. А тогда давайте брать положительный опыт там. Значит, там лучше перевоспитывают заключенных. Наверное, лучше. Но у нас все время система ГУЛАГа, она всегда присутствует, всегда была и, к сожалению, есть. Но традиции глубокие. В наших руках, да, побороть систему. Имеет ли в СИН вот к этому креативу какое-то отношение? Вот непонятно. Может, просто решили попробовать, посмотрели на реакцию, решили, ого, нет-нет-нет. Мы не будем тут сидим-едим, вот это все. Не надо. Мы тут серьезными вещами занимаемся. Вот сейчас на сайте вот этом уже вот этого сообщения не появляется. Может быть, откатили назад. Типа, ну, как было, так пусть и будет. Нормально же все было. Что вы? А так-то, ну, действительно, идея была неплохая. Поэтому, ну, в СИН. Давайте как-то меняться в лучшую сторону, в позитивную, если вообще такое возможно. До свидания.